И вроде криво. Как-то туда идет. Ладно, всем приветствую. Мы давно с вами не кушали. Давайте собственно исправим эту ситуацию. Я решила прямо вот с ковшика, в котором я разогрела. Разогрела, что я. Значит, здесь у меня шейка барания, потом перец чили, картофель, морковка, лук, чеснок, кинза и болгарский перчик. А, и помидор еще. В общем, я почему-то сначала подумала, что слишком мало мяса на бараньей шее. Но, на самом деле, здесь нормально мясо. Еще у меня есть огурчики, помидорка. Сейчас попробую, что там получилось. И квашеная капуста. По-моему, по-гурейски она называется. Ну, короче, по-грузински. Но мне недостаточно острая вот эта вот вся штука. Что-то вроде как. разговаривать мы сегодня с вами будем на две темы. На две. Ну, короче, мы будем говорить на две темы и попутно еще заденем несколько персонажей из нашего прекрасного паноптикума. Так, мне недостаточно соли. У меня не было томатной пасты. Так, я добавлю немножко аджиги кавказской. Сегодня я была на пробном занятии, бесплатном, в тренажерном зале. В общем, я психанула. Реально. В прошлый раз, когда я приходила в тренажерку, я уже говорила о том, что у меня нет воды горячей. Ну, и бойлера, соответственно, тоже. Значит, а в тренажерном зале у них стоит бойлер. Что произошло? В общем, я сначала помыла голову. Где-то вот косточка есть тут. Помыла я, короче, голову. Пошла заниматься. Через два часа возвращаюсь. Включаю, ну, чтобы сполоснуться. Бойлер, ну, этот самый душ. Горячей воды нет. И все так нормально, знаете, реагирует, короче, администратор такая, типа, ну, нету и нету, как бы. Прекрасно, нету и нету. Учитывая, что последний месяц я приходила заниматься крайне редко. То есть, там, раз в месяц я как-то приходила, потом раз в две недели. А у меня абонемент на год. И я такая думала, бля, от меня одно занятие стоит больше тысячи рублей без тренера. Нету и нету. А вы даже воду не можете обеспечить. Бля, пришла помыться и заодно позаниматься. Блин, что я косточки там все не вытащила. Короче, ну, я пошла домой. Я говорю, что, ну, сделают. Причем мужской раздевалки тоже бойлер не работал. Она, значит, сказала директору, на что директор за два дня, получается ли, за три дня не починила. И неизвестно, когда починят этот бойлер. Двадцать пятого дадут уже воду. Я такая звоню и говорю, ну, когда она у вас появится? Ну, сегодня, говорит, выходные. Так как сегодня суббота или воскресенье, как сегодня две недели. Так, надо еще чуть-чуть добавить кетчуп. А я сегодня собиралась, как бы, ну, тоже сходить, помыть голову там это самое. Уложить ее потом. Я бы же не уложила, кстати. Сходила, блядь. Я говорю, а когда будет? Они говорят, ну, неизвестно. Я такая, ну, в смысле неизвестно? Я говорю, когда будет у вас директор? Я хочу расторгнуть с вами договор. И у меня, так как осталось еще полгода, семь месяцев вернее, я говорю, я хочу вернуть за полгода деньги. Это не дело. Трениров нет с утра вообще никого. Попросить кого-то, чтобы на столе тренажер. А у них должен быть дежурный тренер. Потом у них еще, значит, с этими задорожками тоже косяк был. Если ходить в вечернее время, там, блядь, работает всего одна дорожка. Они так и не починили. Вроде как вторую починили, но она может приостановиться в процессе. То есть ты бежишь, она может раз и остановиться. Но это просто небезопасно. Да, сейчас нормально посолим. Полотенце, кстати, они не выдают. Но стаканчики у них есть. Хотя у меня есть бутылка своя, но иногда я ее забываю. Вкусная штучка такая получилась. Не знаю, как она называется. Так, капусточка. В общем, я с утра была в бешенстве. И решила поменять тренажерный зал. Я поискала в центре. Думала, сейчас посмотрим Колизей. Туда, правда, очень много народу ходит, как бы. Знаете, в чем прикол? Короче, там приходит одна тетка беременная. Тренер. И вот когда она занимается, то она занимает тренажер. И все, блядь. Короче, со своим этим персональной, когда тренировки. А я, типа, что, блядь, настрата, что ли, или все? Вообще-то я тоже занимаюсь. Или у вас особое положение? В общем, сегодня пошла Другой клуб. Если это фитнес-центр, да, был? Раньше это был женский клуб. То здесь прямо клуб, который делится на две зоны. Это женская зона, женский клуб. Туда очень мало ходит народу. И аквазона. Ну, еще несколько этажей у них занято. Короче, разными этими самыми фитнесами. Потом общая зона. Где, куда ходят еще и мужики. Ну, в общем, такое все. В общем, я сходила на бесплатное занятие. Не стала пока покупать абонемент. Потому что, когда у них покупаешь, например, месячный абонемент. А сейчас, кстати, есть месячный. Причем цену у них гораздо ниже. Когда я звонила два года назад, у них полугодовой абонемент стоил где-то 30 тысяч. Сейчас он стоит, не помню, 9600, по-моему. Но без тренера, конечно, просто обычный в тренажерный зал. Без всяких там излишеств. Но, кстати, у них охрененные душевые с гидромассажем. И еще у них можно пользоваться бесплатно сауной. Но есть один нюанс. Дело в том, что аквазона, в нее вход с двух сторон. И дети до 10 лет, они могут проходить через раздевалку, через аквазон. Ну, через вот эту женскую раздевалку в аквазону, в бассейн. Сегодня была такая ситуация. Женщина с мальчиком в 10 лет. Я стою голая. Она выглядит такое ощущение, как будто специально ведет ко мне. И такая поставила, давай, говорит, посушим голову. Я, блядь, смотрю на нее. Я не могу понять, то ли она дура, то ли она, я не знаю. Может, у них нормально это все? Ну, как бы. Она 10-летний мальчик, и они уже как бы дрочат, если что. Да, собственно, я тоже подрочила. Очень удобно с гидромассажем. Вот, нужно это было делать. Просто заняться мне нечем было. Мне нужно было 10 минут с маской, блядь, стоять. Короче, я не решила пока еще чем. Навряд ли у них был так, секс, интегра. Вот эти отдела квашеная. Блин, какой-то вкусный. Короче, посмотрим. Сережа, конечно же, не хочет это оплачивать. Ну, как же так, Сережа? Милый, у меня же всего две радости в жизни. Ну, ладно, три. Ну, хорошо, четыре. Мой кот. Тренажерный зал. Бухлишко. А бухать я уже не могу, потому что я желудок весь спалила. И что еще? А что еще так стоит? Деньги? А, ну и ты, Сережа, такой спрашивает. Ты там кого-нибудь нашла себя? Я говорю, я не искала. Почему должна кого-то искать? Что за странный разговор? Продолжаем про тренажерный зал. Вчера зашла к нарезочникам и увидела видео с нашим злобным колобком. Хриш. Ну, Гриша такой говорит. Я решил тут с тренажерку, короче, походить. Типа, похудеть. Ну и как бы... Поснимать там контент. Блин, эти мухи от помидор летают тут прям мелкие. Вы верите то, что этот злобный колобок будет ходить в тренажерный зал? Он, видимо, просто не представляет, что начало занятия любых начинается с беговой дорожки или с кардио-тренажера. Потом идет растяжка. Или наоборот. Ему нужен будет персональный тренер. Скорее всего, ему придется ходить к массажисту. Программа персональная. Загребанные мухи у меня здесь просто помидоры стоят. А мухи до сих пор летают и ждут помидор. Гриша такой смешной. Сначала он завел котика, блядь. Хотя хорошо, что Яков не назвал. Которому нахер не высрался этот котик. Не дай бог, он чем-то заболеет, так он его выкинет на улицу. Отдаст в добрые руки. За мере, например. А ей какой котик, блядь? Она постоянно со своим эскортом путешествует по всей России. Теперь он решил в тренажерный походить. Вот это дежавес Гриши, вы знаете, оно мне что-то напоминает. Вот эти истории, блядь, с Радыгином. Когда он кричит Радыгину, ты пидорас! А это такой. А ты мошенник, ты бабушек и дедушек разводил на бабло. Ну, типа не разводил? А что он там делал? История с Хатой, это одно дело. Что он, типа, снял там по часам, по-моему. И сдал на месяц. Блядь, нужно было таким быть. Ну, что, думал, что его не поймают, что-то. А вторая история, я так понимаю, была то, что он работал в каком-то микрокредитах, микрозаймах. И, короче, людям просто звонил. Ну, у них там большие долги, например. Ну, там, ну, небольшие, ну, грубо говоря, там 50 тысяч. Он такой, типа, вы мне переведите, там, 5-8 тысяч на карту, а я вам закрою этот займ, ну, кредит. Типа бабушки, дедушки, переводили деньги, короче, и он с этими деньгами в итоге съебался. Потом он придумал историю, что у него рак. В общем, у Гриши, знаете, я восхищаюсь, конечно, людьми, которые такие схемы прорабатывают, просто гениальные. Ну, там нужно каждый свой шаг, как бы, ну, там. Ну, Гриша, это какой-то пиздец вообще. И вот он орёт Радыгину. Ты пидорас. Радыгина, ты мошенник. И у них начинается вот эта, блядь, словесная баталия. Мне наполнило это, да, я... Там даже не история, как... Короче, одно видео было, где два жирных кота, которые лежат друг от друга вот так вот подаль, лежат на боках, короче, такие. Друг над другом лапами, блядь. Ты пидорас, а ты мошенник. Такая, знаете, ленивая борьба, блядь. Двух ленивых, блядь, котов. А вторая, это, конечно же, Шмарик и Ваня. Ваня мошенник. Кстати, он звонил тут. Звонил и говорил, что Шмарик всех наебал. Короче, никакого заявления там не было. Никто ничего не рассматривал, его не привлекали. И, собственно, все у него нормально. И попытался извиниться за свои мерзкие словечки в мой адрес. Чего он там на стриме, блядь, нес? Мошмарика. И потом в итоге ляпнул про моего кота. Какой-то хуйный тип. Да мне все равно, умер он или не умер. Я сказала, что? Пошел нахуй, трубку бросила. Это бесполезный человек. Деньги так и не собирается возвращать. Говорят, что в Крыму. Скорее всего, на даче где-то. В общем, Ваня кинул рабочих на полтора миллиона, там или на сколько. Я с этими деньгами не выплатила на зарплату. Я с этими деньгами, короче, съебался со своей Аленушкой путешествовать по всему миру. Ну, протратив все бабки, они вернулись домой. И мне кажется, было похуй вообще посадят их или нет. Ну, а шмарик, сами понимаете. Два пальца в жопу и расческа туда же. И Ваня, который кричит, да ты пидорас. А у тебя вообще два пальца в жопе были. Короче, знаете, какой-то дежавюблей. Ну, по поводу джема, вы же уже в курсе. Что он все напиздел. Просто она была в гостях у своего отца. И у нее были проблемы с зубом. Так что никуда она не пропадала. Все, он пиздит. А Марик, кстати, не бухает. В дневное время. В последнее время. Потому что его в любой момент могут вызвать. Либо приехать по ДНР. Так, теперь, блядь, тут курсирует. Яков? Яков, может быть, ты поймаешь большую муху? Эту муху-шлюху, блядь. Ебать ты, сука. Откуда ты вообще взялась? Я не понимала. Пошел нахуй отсюда. Что, все? Да, какая мораль? Мораль какая? Мораль какая? Да никакой морали нет. У меня вообще такое ощущение, что ни принципов, ни морали, ни совести у некоторых пассажиров с ютуба просто нет. Ну, нет. Понимаете, как бы. Ну, нет. Обмануть, наебать, обворовать, собственно, кинуть. Прекрасная, прекрасная команда Рэдди под Рэдди. Просто, я не знаю. Если там все такие, то, блядь. Они, он уже хайпится, решили на могиле, там, чувака какого-то толстого, такого же, как Гриша, который умер. Уже решили собраться, короче, поехать на кладбище. Боже, боже, этот ДЦПшницу привел. Хайпанул на ней. И ДЦПшницу, и бывшего мы же Джима. Пиздец. Неужели я стану такая же? Но у меня нету знакомых мальчиков-ДЦПшников. Ладно, всем пока, всех. Ну, ладно, всех не целовать. Всем пока. Ваше Джанни. Редактор субтитров Н. Корректор субтитров Н.